А сейчас я начну со своего доклада. Римас предложил мне название этого доклада, тему. Это называется представление о бессознательном дозайн-анализе. Я немножко переформулировала это название. Я ставлю два вопроса. Нужно ли нам для понимания наших пациентов представление о бессознательном? И если нужны, то какова должна быть форма этих представлений? Какую точку зрения на бессознательное мы выбираем? Благодарность Ирине, которая перевела презентацию в Powerpointе, для того, чтобы все могли сразу видеть на русском. Я бессменный переводчик Алиса на русскоязычном пространстве. Я начинаю с частью первой, мой доклад состоит из двух частей. Первая часть называется так. Так называемая бессознательная. Является ли она, как говорил Фрейд, чем-то, какой-то пространственно отделенной и отдаленной частью психики? Или же это какой-то экзистенциальный процесс, вот так, как это представлял Жан-Поль Саркер? Сигмунд Фрейд в 1932 году нарисовала такую картинку, как должно выглядеть бессознательно. Вы видите, что на этом рисунке, который сделал Фрейд, обе модели, которые он представлял и развивал, то есть одна модель, в которой есть оно, я и суперэго, и вторая модель, в которой есть бессознательное, предсознательное и сознательное. Здесь эти обе модели объединены в одном рисунке. Вы видите здесь, примерно посредине, чуть-чуть в сторону, две вертикальных пунктирных линии. И вот эта линия, да, она как раз отделяет эти маркационные, действительно, часть того, что действительно бессознательное. Отделяет от предсознательного и сознательного. Вы видите, что все представлено, ну, в таком, как бы таком пространственном виде. Те представления, которые были у Сартра, мы не можем так нарисовать. Во всяком случае, никакого такого рисунка нет у нас. Бессознательное – это термин, который не используется в Дозаин-анализе. Почему нет? Дозаин-анализ использует новую терминологию, которую в бытии и времени удел Мартин Хайдеггер. Понятие «бессознательное» принадлежит к тем традиционным понятиям, которые Хайдеггер больше не использует. Термин «бессознательное» можно применять лишь до тех пор, пока говорят о сознании. Можно ли считать, что раз термин «бессознательное» Хайдеггер не использует, то и то, что подразумевается этим термином, у него тоже не имеет места. Нет, Хайдеггер использует другие термины – «разломкнутость» и «замкнутость». Das ist mir wichtig zu betonen. Es gibt so überflächliche Leser, die schauen den Text von seiner Zeit an und sagen, «Ah, da kommt das unterbewusstsein vor, also kennt Хайдеггер nur eine Philosophie des Bewusstseins». Мне очень важно это подчеркнуть, потому что очень часто такие поверхностные читатели, просто просматривая, быстренько пролистывая хайдеггеровское «бытие» и «время», говорят, тут нет никакого термина «бессознательное», и это значит, раз этого термина нет, то значит Хайдеггер только говорит о том, что осознанно, только о сознательной жизни. Stattdessen muss man viel genauer schauen, ob Heidegger das unbewusstsein wirklich der Sache nach nicht kennt oder ob er es doch kennt, aber unter anderem begriffen. И нужно гораздо более внимательное прочтение, для того, чтобы разобраться с тем, действительно ли у Хайдеггера уже больше нет никакого «бессознательного»? Он говорит, не обращается. И оно все-таки термины, вернее не только термины, по понятиям-то у него есть, но как-то по-другому называется. Метод феноменологии Эдмунд Гуссер не совместен с гипотезой «бессознательного». Гуссер говорит, к самим вещам, никакой теории, только чистое созерцание. В чистом созерцании вещи кажут себя так, как они в действительности есть. Что такое феноменология? Это точное описание того, что кажет себя в созерцании, и того, как оно себя кажет. Для Гуссер не существует того, что себя не кажет, то есть нет никакого «бессознательного». Хайдегер – это прежде всего ученик Гуссерля. Его книга «Бытие и время» посвящена Гуссерлю. Хайдегер называет используемый им метод феноменологии. Смотри, пора, как в седьмое «Бытие и время». То есть еще одно подтверждение того, что у Хайдегера в бытие времени никакого «бессознательного» нет, потому что Хайдегер очень не Гуссерля. Гуссерль исходит и из феноменологического, и поскольку феноменологически чего нету, того нету. И значит, у Хайдегера тоже бессознательного бытия времени нет. Но в любом случае это было бы слишком поспешное заключение. Медард Гусс и поздний Хайдегер как-то этот скороспелый такой вывод сделали. То есть они описали такую картину человека, в котором феноменологическое созерцание наблюдения является ключевым. Мы видим, что Хайдегер в бытие времени пишет о феноменологии, но ничего не пишет о созерцании. В бытие времени. Спасибо. Сейчас komme я иду к следующему вопросу. Следующий вопрос. Сейчас komme я иду к тому, как феноменологически, как и от Босса, Фройц-Теори, интерпретирования. — Несколько слов о том, каким образом дозайн-аналитики и Бензвангер, и Ивосф интерпретируют фрейдовскую теорию. — Канцфангер, Ивосф и Хайдекер. — Канцфангер, Ивосф интерпретируют фрейдовскую теорию. — Поскольку вот эта цитата из «Фрейда» о воспринимаемых феноменах снова и снова повторяется, — это, в общем, Бензвангер в этом виноват. — Известно, что Бензвангер в 1936 году, к 80-летнему юбилею Фрейда, доклад написал, который очень известен и переведен, — и там он как раз вот это цитирует, и потом уже все цитируют это по докладу Бензвангера. — И он сказал, что это является свидетельством. — Естественно, научный подход ничего общего с такими воспринимаемыми феноменами не может иметь. — Но надо сказать, что если Бензвангер еще читал Фрейда, то ни Бос, ни Хайдекер не были такими прилежными читателями его текстов. — И поэтому, что делали Бос и Хайдекер, они просто снова и снова цитировали этот отрывок из Бензвангера. — Ну, и, конечно, можно добавить, что и сам Фрейд в очень разных местах, — он говорил о том, что психоанализ — это естественно научная дисциплина. — Ну, понятно, для чего он это говорил — для того, чтобы получить признание университетское. — Потому что тогда уже это начиналось и было все больше, а сейчас еще больше, когда наука приравнивается к естественному научному. — Если наука, то это естественно. — Следующий слайд, четвертый. — Вопрос — что же тогда такое психоанализ, если он не является естественным научным? — Ответ — он является герменевтикой, но не герменевтикой как гуманитарной наукой, а герменевтикой проявлений скрытого бессознательного смысла. — Коротко можно сказать — он является герменевтикой бессознательным. — Цитат Фрейд. — Тоже очень сильный. — Дамы и господа, однажды было сделано открытие, что симптомы болезней некоторых нервно больных имеют смысл. На этом был основан психоаналитический метод лечения. — Наверное, вы можете обратить внимание на то, что Фрейд вовсе не говорит о том, что симптомы болезней имеют какой-то… — Как это сказать? — Хаусат. — Причины? — Нет. Причиной этих болезней не могут быть какие-то там процессы. — Мы видим симптомы болезней, нервно больных. То есть Фрейд не говорит о том, что у них обязательно есть какая-то причина. — Другими словами, в психоанализе речь не идет о том, чтобы обнаружить причину этого симптома болезни. Речь идет о том, чтобы понять смысл этого симптома. — И если мы будем читать дальше, то мы увидим, что этот смысл, он приравнивается к намерению. — То есть у симптомов есть некоторое тайное намерение, некоторая тайная интенсия, какая-то тайная цель. — В естественных науках нет никаких целей и никаких намерений. В естественных науках есть только причины. — То, что психоанализ на самом деле является герменевтикой, да, герменевтикой, которая обнаруживает, понимает смыслы непонятных симптомов. Впервые об этом сказал немецкий философ Jürgen Habermas. — Это очень известная книга, которая вышла, кажется, в 1970 году, которая называется «Познание и интерес». — И в этой книге он говорит о том, что герменевтика бессознательного — это герменевтика освобождения. — Потому что пациент, благодаря тому, что он понимает, благодаря этому пониманию, он освобождается от своего симптома. — Комментируем? — Да. — Тогда для чего Фрейду нужна гипотеза бессознательного? — Для меня понятно, что это всегда гипотеза. — Потому что то, что Фрейд называет бессознательным, это не является таким непосредственно воспринимаемым для феноменолога. — Итак, для чего Фрейду нужна гипотеза бессознательного? — Ему нужна эта гипотеза, поскольку смысл невротического или психотического или психосоматического симптома всегда скрыт. Либо симптомы пациента, например, его иррациональные страхи или его навязчивые действия имеют некоторый смысл, который является бессознательным. Либо они вообще никакого смысла не имеют. — Нажимаем. — Нажимаем. — Нажимаем. — Нажимаем. — Нажимаем. — Давайте в качестве примера возьмем навязчивое мытье рук, когда кто-то сто раз руки моет, хотя одного раза вполне недостаточно. — И вот эта манифестация для феноменолога, который просто наблюдает за тем, как человек сто раз моет руки, не имеет никакого смысла. — Он должен это делать, он это делает из какого-то внутреннего страха, и он с трудом может объяснить, почему он это делает, и в этом нет никакого смысла. — А, если вы хотите, то есть это только или нет. — Или они имеют, что такие обязательства не имеют, или они имеют неизвестные, неизвестные. — И поскольку внешне в этом нет никакого смысла, тогда остается одно из двух. Либо в этом действительно нет вообще никакого смысла, либо в этом есть какой-то смысл, но этот смысл бессознателен, скрыт. — То есть это такой смысл, который может каким-то образом при углублении в историю развития, историю жизни этого пациента, он может быть осознан, если он скрыт, бессознателен. — Дальше написано «важно». Медицинская психиатрия воспринимает эти симптомы как бессмысленные манифестации некоторого психического заболевания или нарушения. — Психиатрия — часть медицины. Медицинская психиатрия — часть медицины. — А медицина проводит различия между здоровыми больными. — И если это болезнь, то значит вот эти все бессмысленные симптомы у них есть только в проявление некоторого дефицита, некоторого нехвата чего-то, некоторого нарушения, болезни. — Следующий слайд. — Почему дозайн-анализ медардопосса не нуждается в гипотезе бессознательной? — Ответ очень быстро дается, потому что босс понимает душевное страдание традиционно психиатрически, как болезнь. — Босс схватывает все описания нарушений под общим определением феноменологии бытия больных. — Хайдегер в целиком на своих семинарах говорит, болезнь — это феномен привации. — Феномен привации означает, что привация касается обычной повседневной модели поведения. — Что человеку чего-то не хватает, что-то у него отсутствует. — Для того, чтобы он в обычной повседневной жизни мог вести себя нормально. — Как стандартно? — Мне не понравилось, что это, в основном, самый больший раз, И вот здесь, надо сказать, очень большая разница между Бостом и Фрейдовским газайноанализом Бостом и Фрейдовским. Потому что все-таки в психоанализе Фрейда вот эти симптомы имеют какой-то смысл, цель, намерение можно понять. Бост вообще не задается вопросом о смысле симптомов. Он их просто воспринимает и сразу трактует как знак того, что что-то нарушено, чего-то не хватает, что-то там недоразвитое или незрелость и так далее. Разные вот такого рода термины. Не вникая в смысл. В главной книге Босса, которая называется «Основы медицины». Так первое название было. И там есть целая большая глава, которая посвящена там описанию того, как выглядит бытие больным. Феноменология бытия больным. И, например, антидепрессия – это нарушение бытия настроек. «Психоз» – это основополагающее нарушение бытия открытым. То есть вопрос всегда задается о том, чего не хватает этому человеку, что отсутствует, чего этот человек не может. Я извиняюсь, что тут очень много для нас не доходит. Нет, пожалуйста, давайте послушайте. Мы не призвали. Она расскажет больше. Но такое, что я вам не понимаю и не понимаешь. Но эта депрессия не является темой этого доклада. Да, докрытие чуть ли не половина диагноза. Ну ладно, пропускаем, то пропускаем. Извините. Тогда будьте любезны, чтобы было время и минут 20-30. Ну тогда извините, в известной анекдоте. Надо сказать, что пример депрессии в данном случае был приведен совершенно случайно. Потому что депрессивные люди производят на нас впечатление людей, находящихся в исключительно подавленном настроении. Именно поэтому босс рассматривал это как повреждение бытия настроенным. Только это я хотела сказать. Как формулируется основной вопрос, который ставит перед собой каждый психотерапевт? Это основной вопрос, я здесь упустила, вопрос Гретхен, который Гретхен ставит в Фаусте, когда она говорит, что такое религия. Для нее это решающий вопрос, потому что она не верит в то, что она верующая. И поэтому вот вопрос Гретхен, для основной вопрос психотерапии, очень часто говорят, что это вопрос о том, что ты веришь бессознательно или не веришь. Я думаю, что это вопрос, вводящий в заблуждение. Для меня этот вопрос звучал бы по-другому. А именно, веришь ли ты, что душевное страдание – это болезнь, расстройство, нарушение, признан душевными зрелости и так далее. Или же ты веришь, что душевное страдание – это страдание из-за некоторой бессознательной, неразрешимой тематики, которую можно открыть и понять вместе с терапевтом. То есть вот это, мне кажется, решающий вопрос. Каким образом я слушаю пациента в терапии? То есть слушаю ли я его как психиатр? И отмечаю, какие у него дефициты, что он не может, к чему не способен. Или же я слушаю как психоаналитик. То есть так, что даже если я сейчас его совсем не понимаю, то я думаю о том, что у этих каких-то очень примечательных, бросающихся в глаза симптомов есть какой-то скрытый смысл. Фрид писал о том, каким образом он принципиально понимает душевное страдание. Понимает, не объясняет, а понимает. Когда он говорит о реминисценции, под реминисценцией он имеет в виду вытесненные воспоминания. Поэтому для него душевное страдание всегда ведет назад в ранние детские годы. Я сформулировала аналогичным образом. Как душевное страдание, это страдание из-за собственного бытия. И в моем курсе уже были на моих семинарах, они знают эту формулу. И понять ее можно только на основании экзистенциальной философии. Я очень обязана этим пониманиям и этой формулой экзистенциальной философии Киркегора, Хайдитра и Сахтро. Да. Дальше я говорю о том, что Хайдеггер в витии времени дистанцируется от феноменологии Куссово. Подтверждением этого служат две очень интересные цитаты. Феноменология Дазайн больше не может быть созерцанием. Она неизбежно превращается в герминептику. Цитата. Феноменология Дазайн есть герминептика в исконном значении слова, означающем занятие толкования. Почему феноменология становится вместо созерцания пониманием? Или истолкованием, как говорят. Она превращается в таковую тогда, когда темой ей становится человек. То есть феноменология может оставаться созерцанием везде. До тех пор, пока речь не идет о человеке. Weil, sagt nun Heidegger, und das geht von Anfang noch das ganze пункт durch. Das menschliche Dasein ist ein sich selbstverständliches Wesen. Почему это так? И Heidegger говорит об этом. И это идет буквально с самого начала книги и через всю книгу. Потому что Heidegger говорит о том, что человеческое бытие по сути своей понимание. То есть понимание является центральным для человеческой жизни. То есть, если мы хотим понять наших пациентов, если мы хотим понять какого-то человека, то мы не можем спрятаться от этого понимания в такое чистое созерцание. Потому что человек – это существо понимающие. Может быть, нужно немножко больше времени для того, чтобы это стало окончательно ясным. Но на самом деле это очень важное рассуждение. То есть понимание уже больше не остается, ну, просто каким-то методом, который использовался в литературе, например, для того, чтобы понять смысл какого-нибудь стихотворения, какого-то стихотворения, какого-то стихотворения. Сondern wir können nur leben, indem wir uns aufs Leben verstehen. То есть мы можем проживать свою жизнь только в том случае, если мы ее понимаем. Не знаю, можно ли так говорить в русском языке, но в немецком языке есть такое выражение. Если, например, я хочу сказать про какого-то человека, что он что-то хорошо делает, например, и мы хорошо готовить, то мы говорим о том, что он в этом деле понимает. Сегодня в Миннес-Немецком языке, например, очень модный терм «социальная компетенция». Но если задуматься над тем, что же такое компетенция, это значит, что нужно понимать, каким образом ты обходишься с другими людьми. По-русски ты лучше разбираешься. То есть еще раз, для Хайдеггера феноменология становится герминацией. Феноменология человека. И есть еще, так сказать, второе, очень впечатляющее дистанцирование от Гуссерля. То есть нужно сразу сказать, что Гуссер вообще обессознательном никогда ничего не говорит, он его не знает. И даже под конец своей жизни он сказал о том, что он не верит в то, что есть бессознательные феномены. Но и здесь, и в этом, да, Хайдеггер от Гуссерля дистанцируется. Феноменология Дозаин не может останавливаться на том, что себя непосредственно манифестирует. Цитата. За феноменами феноменологии не стоит по сути ничего другого. Но, пожалуй, то, что признано стать феноменом, может быть потаенным. Ну, в общем-то, Хайдегеру нужен вот этот вот термин потаенность. Да, Герн вместо термина «бессознательный». То есть, поскольку Хайдеггер термина «сознание» не использует, он не может говорить о бессознательном. И, в общем, когда он сталкивается с необходимостью что-то на эту тему говорить, он использует термин закрытость, потаенность, или противоположную, или замкнутость, или противоположную этому открытость, разомкнутость. Я думаю, что вы, наверное, уже предполагаете, почему мне так важно вот это подчеркнуть. Потому что для меня вот здесь становится видна невероятная близость того подхода, который можно найти в быте и времени у Хайдегера и который можно увидеть у Фрейда. Сейчас я хотела бы перейти к экзистенциально-философской критике Фрейдерской концепции «бессознательного». Я хочу сказать, что нам, как экзистенциальным терапевтам, вовсе необязательно дистанцироваться от самой этой идеи без сознания. Лишь дистанцироваться от этой идеи, такого пространственного, где-то находящегося контейнера, в котором содержится какая-то что-то. Предметом критики является шаг от прилагательного бессознательного к существительному бессознательному. Путем такого субстантивирования бессознательное предмечивается, превращаясь в некий контейнер внутри психики, в котором находится бессознательное содержание. То есть критика направлена на то, чтобы каким-то образом обесчистлять, предмечивать это бессознательное. Понятно, не только психоаналитикам, что это просто такая модель. Но модели могут быть все-таки более, так сказать, соразмерные тому, что они моделируют, и менее соразмерные. И вот та картинка, такая пространственная, которая у нас там в начале была, мы можем сказать о том, что она такая, ну, не очень соответствует, не очень соразмерна тому, что мы, с чем мы имеем дело. Решающий вопрос тогда формулируется так. Может ли фрейдовское, а предмеченное бессознательное, быть помысленно-экзистенциально? Предложение было выдвинуто Жаном Холлем Сартром. И это предложение состоит в концепции МОВЭС-КОАП. На немецкий это переводится как неправильность, не истинность. Ну, на русский переводят обычно как самообман. В немецком языке самообман выводится совсем по-другому. То есть МОВЭС-ФУА, если буквально переводить с французского, МОВЭС-ФЛАХОЙ ФУА ВЕРА. То есть вот эта МОВЭС-ФУА АРТРОВСКАЯ мы можем скорее всего Можно сравнить, приравнять к этому хайдеггеровскому «дасману», что Любихин переводит как «люди» или «они». То есть понятно, что здесь и сумеверие может включаться тоже, но оно не является в данном случае главным, центральным. То есть это «movez foi» означает не быть честным по отношению к самому себе и при этом считать, что ты по отношению к самому себе честь. Это термин «movez foi». Сартр подробно разбирает в своей работе «Бытие ничто», он там разбивает и он там говорит. Есть такая знаменитая цитата, в которой он говорит о том, что экзистенциальный анализ бросает упрек постулату бессознательно. И тогда при поверхностном чтении некоторые тоже могут сказать «Ага, в сартровской философии тоже нет никакого бессознательного». Но это не так. Но это не так. Ход Сартр говорит о том, что можно все-таки фрейдовское бессознательное помыслить экзистенциально. И вот это экзистенциальное обмысливание, передумывание вот этого бессознательного фрейда, Сартр и называет «movez foi». Сартр говорит о том, что Kinderos痲 separate. Приводится логическая загадка самообмана. То есть логика такая. Я сам себя не могу обмануть. То есть человек обманывает сам себя. То есть он знает, что он сам себя обманывает. То есть это невозможное логическое построение. Я могу другого человека обманывать. Потому что я делаю что-то так, как будто я честно собираюсь это делать, и она мне верит. То есть я по отношению к ним обманываюсь. Поскольку она не может влезть в мою голову и знать, что я действительно думаю. То есть другого человека я могу всегда обмануть. И наоборот, я могу обмануться чем-то, что будет Ирине говорить. Она тоже может меня обмануть. И я этого не замечу. Потому что я тоже не могу влезть в ее голову. То есть быть обманным другим, это понятно. Логически в этом никаких проблем нет. Но сама себя я умрую. А бред. То есть я не могу даже сама себя поверить тому, что когда я себе говорю какую-то неправду, я все-таки знаю, что я сама себя обманываю. Как я могу поверить собственному вранью, если я знаю, что это вранье мое собственное? То есть это вот логически невозможно и в то же время вот это самообман возможно. Да, в этом и заключается загадка. И вот это бессознательное, оно полностью связано и строится на этой концепции самообман. Я чего-то больше не знаю о себе. Я что-то вспоминаю фальшиво, неправильно. Но самым отношением к себе я верю этому, потому что я не знаю, что я себя обманываю. Да. 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 Фрейд перед этой загадкой капитулировал. Хотя он не знал, что его пациенты находятся в плену самообмана, он вынужден был считать самообман внутренним обманом другого. Сознательная часть психики обманута бессознательной части. Поскольку осознанная часть психики не имеет доступа к бессознательной, то есть я не знаю, что там мое бессознательное утверждает. Это бессознательное, но тоже мое, но мне принадлежит. То есть я так думаю, что я себя знаю, но на самом деле я себя знаю только отчасти. То есть очень многое о себе я не знаю. Теперь Сартер говорит так. Сартер разрешает эту логическую загадку с помощью изящного указания на то, как функционирует вертомовая складка. А. У начало стать первых знамен instruments. В. У. 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 от понятия осознанного самообмана, то есть Фрейд как-то оставался при этом понятии осознанно самому себя обмаживать, а Сартр ушел. Сартр говорит, в самообмане нет ни циничной лжи, ни искусственно сформулированных ложных понятий. В «мовес фуа» ничто не происходит в полной ясности и ничто не является осознанно умышленным, все мутно. Сартр называет «мовес фуа» исчезающим феноменом. Цитата. «Решение быть в самообмане думает и не думает о том, что оно в самообмане, думает и не думает о том, что оно не в самообмане. Самообман начинает так, словно засыпает, а находится в самообмане, словно во сне». Сартр hat sich darauf… «Мне стоит…» «Мне у вас тут в самообмане»… «Но режетное дело. И мы смотрим, что 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 мы смотрим. И снова и снова. Наблюдение – это процесс. Немного на саммите и повторяем процесс. Мне очень бросилось в глаза то, как Сартр подметил, «Воем именно так происходит в жизни. Я думаю о чем-то и думаю, ну это так, а может быть и не совсем так. Наверное, вот как-то отчасти это, скорее всего, правильно и буду так. А потом я забываю о том, что я думала, что это правильно лишь отчасти и считаю, что это вот так правильно. И когда я к этому возвращаюсь, и это происходит процессуально. То есть это все время я снова и снова возвращаюсь к какому-то впечатлению или воспоминанию, в котором я до конца не знаю, как это было. И как-то его там закрепляю, ну наверное так, а может вот так. И все время меняющийся процесс. Теперь я ставлю вопрос. Нашли ли мы то, что искали? Является ли Мавес-Пуа, то есть замена эфрейновского бессознательного, которая позволяет отказаться от концепции эфрейна? Этим вопросом начинается часть вторая моих рассуждений. Они были опубликованы в 2015 году в издательстве Швабе-Ралат-Базель как электронная книга. Вот здесь название этой книги на немецком языке, кому интересно, а по-русски «Бессознательная как внутри психическая сущность. Попытка реабилитации одной спорной концепции». Очень интересно. То есть сейчас мы немножко переходим на вторую часть и немножко другое. То есть вот то, что обнаружил Сартр и то, что он сделал, опираясь на Фриде Хайкингера, меня очень впечатлило. Я задала себе такой вопрос, почему все-таки эта концепция, это понятие бессознательного, как-то нас так сильно задевает. Потому что все-таки у нас все время есть такое ощущение, что есть что-то, чего я там до конца не осознаю, или кто-то до конца не осознает, что есть что-то бессознательное. И вот то, как я взмышляла на эту тему дальше, это вот следующая часть моего доклада. Может быть вы можете тоже с этими такими моими представлениями что-то сделать. Теперь вы можете сказать, что это что-то действительное. Можете сами решать. Поздравляю. 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 Моя вопроса сейчас. Так, вопрос, часть 2. Эксистентная функция Фридовского бессознательного. До сих пор моим вопросом в части 1 было, является ли концепция Фриды теоретически устойчивой. Моим ответом было нет. Теперь я ставлю совсем другой вопрос. А не выполняет ли концепция Фриды какую-то важную функцию? Не может ли быть так, что в его концепции бессознательного спрятана глубокая истина о человеке, хотя логически, теоретически эта концепция весьма уязвима? Может ли быть так, что нам, несмотря ни на что, не следует отказываться от Фридовской концепции бессознательного? То есть это вопрос, на который мы будем дальше отвечать. Пытаться. Краткий экскурс про вытеснение. Почему я сейчас говорю о вытеснении? Помните, это первая картинка, которая у нас была? То есть подлинное бессознательное, оно уравнивается с вытесненным. То есть это вытесненное, как бессознательное, нам больше не доступно. В то время как предсознательное. В то время как предсознательное. Это что-то такое, что как раз сейчас у нас этого нет в голове. То есть как раз в данный момент мы это не осознаем. Но мне может кто-то сказать, ну ты помнишь это, как это было, и я могу тут же об этом вспомнить. Но если мне кто-то скажет, а ты это помнишь, и это касается того, что я вытеснила, то тогда я этого никогда не вспомню, потому что я это вытеснила намеренно. В то время, когда мы говорили о бессознательном, то на самом деле речь шла о предсознательном. То есть разница заключается между вот этим бессознательным во фрейдовском смысле и предсознательным. Фрейд отличает вытеснение от нормального забывания. Нормальное забывание происходит непреднамеренно. То есть есть что-то, что у нас находится в данный момент на переднем плане. Оно является очень важным и главным для нас. То есть мы можем забыть не просто какие-то воспоминания из нашего прошлого. Мы можем забыть о том, что мы о чем-то с кем-то договорились на сегодня. И, конечно, если я забыла о чем-то, что я кому-то обещала, с кем-то договорилась, то, конечно, я могу обидеть другого человека. Потому что он думает, ну да, я недостаточно важен для нее. Но я не могу сказать, что я это вытеснила. То есть я это не вытеснила. На самом деле я с кем-то договорилась куда-то пойти. И, в общем-то, я бы охотно и пошла, да, если бы что-то не помешало мне, да, что-то более там неотложное, не потребовало бы мне внимания целиком. То есть вытеснила, это означает, что я на самом деле на эту встречу не хотела идти, но у меня не хватило смелости сказать об этом открыто, и поэтому я это вытеснила. Если бы у нас этой функции не было нормального забывания, мы бы и жить не могли, да, мы бы не могли столько. Много удерживать в голове, да, мы просто забываем то, что это там. Что вытеснение? Что вытеснение? Важно помнить о том, что Фрейд, когда он говорил о вытеснении, то он все время имеет в виду вытеснение желания. Важно, что Фрейд, когда он говорил о вытеснении, то он все время говорит о вытеснении, то он все время говорит о вытеснении. Ну, то есть вот такая очень схематично описанная модель, мы дальше в эту сторону не будем углубляться, то есть ребенок хочет, чтобы мать была полностью его и чтобы отца не было. Но у ребенка страх не только по отношению к отцу, который он хочет убрать, но и страх перед этим своим желанием. Потому что отца он тоже любит. И боится наказания отца. Или мы можем взять, допустим, одну из десяти заповедей. Ты не должен желать жены ближнего твоего. И заповедь Божья означает, что ты должен от этого желания отказаться. Это объяснение означает, что этого желания больше нет. Оно меня не приводит в ужас. И я просто не знаю, что... Я как будто уже не знаю, что я этого хочу. Но получается, что если бы я от этого желания отказался, то у меня никакого чувства вины не было. Но я от него не отказываюсь, я его вытесняю. Тогда у меня тоже никакого чувства вины не было. И здесь мы видим, как происходит рафинированность этого вытеснения. То есть, когда я какое-то желание вытеснила, то выглядит это так, как будто бы я от этого желания отказалась. Но на самом деле я просто сделала ему неосознанно. То есть, я это желание как желание уже не позволяю себе воспринимать. Тайно, да, от самой себя я крепко держу за это желание. И для меня это вытеснение главное. То есть, желание вытесняется для того, чтобы от него не отказываться. Для того, чтобы оно где-то тайно содержалось, продолжало оставаться живым. Поэтому Фрейд говорит про вечные детские желания. То есть, они все время, они остаются вечно живыми, эти детские желания. Мы от них никогда полностью не отказываемся. То есть, мы не становимся полностью взослыми. ... ... Вывод, в безпознательном все желания остаются живыми. 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 Вывод, в безпознавте, в безпознательном все желания остаются живыми. Вывод, в безпознательном все желания остаются живыми. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 у меня пациентка, которая, значит, ненавидела, недавние вот, ненавидела своих родителей сказала, что после полутора месяцев была не в пациентале, мы там ей диагноз поменяли и так далее она нам бесконечно благодарна, бесконечно благодарна и для этого я, значит, попросил вот это на группе, она перед выпиской заявила это и я ее попросил, чтобы она позвонила своим родителям, с которыми она не поддерживала никакого отношения и за исключением, чтобы принимала деньги вот, вот сейчас возьмите и позвоните, как благодарна семье и всего остального нет, вот как это интерпретировать? я так, учитывая, что работаю с языком, например, да, мне это интересно что, значит, любовь и ненависть ненавиду ненаглядные вы мои по-другому, да? русское хорошее слово ненавиду, не видеть вас нет так вот, вопрос, как бы она это, эту пациентку, значит, поличила схема хотя бы как бы она ей хотела помочь вот с точки зрения бессознательного я-то ей помогал вот таким образом и она действительно признается да, оказывается, я ненавижу их так потому что я их люблю так слишком сильно вот крайности я ошибаюсь, но мне кажется, что ваш вопрос несъедобный, глядишь, я уже семь минут я извиняюсь, тогда имейте ввиду тогда все остальное остается тоже несъедобным потому что оно то по-теоретически оно же здесь на практической работе я не согласна, у нас тоже и теоретическое и специальное зрение в философии и тактико-теорфии но вот ее штурация, как это завести до больного чтобы это понимание было целебным а так я говорю, значит, ну замечательно, ребята вы поняли, что вы дураки придурки сумасшествующие я должна сказать то, повторить то, о чем уже много раз говорила для меня это никакая теория и никакой бы этой теории вообще у меня не было в отрыве от практики второе то второе, это первое, да второе, то каким образом я понимаю конкретного человека конкретного пациента это никогда не диктуется никакой теории именно поэтому и психоанализ и дозаин-анализ для меня герминафтика то есть для того, чтобы я могла понять конкретного пациента мне нужно с ним провести много-много часов для того, чтобы, имея где-то там в основе, на заднем плане мои представления о вине, об ужасе, да я могла понять, да, в чем смысл симптомов этого человека то есть теория никогда не служит для того, чтобы опираясь на теорию, да я уже все заранее знала и мне не нужно было никого слушать а слушание пациента это такое искусство, в котором нам нужно снова и снова упражняться понятно, что когда мы слушаем пациента в этом слушании где-то на заднем плане у нас есть всякие теории но это не техники, да, которые нам диктуют, да, как и что понимать Вопрос замечательный, но я не могу сделать А вот, да, спасибо за вашу теорию, она очень вдохновляющая Сейчас еще дам, что пойду теорию на сцену Чей инспирационный У меня много открывается возможностей осмысления в практике сойдет Я понимаю, что мне еще нужно про это думать, но есть один вопрос Я думаю, что мне еще нужно про это думать, но есть один вопрос Вот это спасительное место в самом себе, где нет отказа, права, смерти, ужаса Как это можно толковать, когда Иерент рассказывает о ужасных снах? Это же сны, как дорога бессознательная Когда в этом месте много ужасов? Игорь Негода Спасибо. 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 То есть нельзя сказать, что там, как это сказать, нет никаких вообще этих чувств, но в бессознательном я могу кого-то или что-то, что внушает мне ужас просто убить и не чувствовать себя виноватой. Убить – это ужас. Ну, то есть кто-то меня ужасает, я могу это убить, да, я могу это уничтожить и не чувствовать себя виноватой. Ну, хорошо. Тогда вопрос следующий. Не соглашусь. Смысл болезни психиатрии есть, а где же здесь можно попасть? Вы описываете ваш процесс бессознательного как ресурсное состояние. Ты говоришь, что это неизвестное процесс, что это может быть ресурсное состояние. Тем не менее, болезнь, по сути, это проявление не ресурсного состояния. Смысл болезни психиатрии есть, что это не достаточно ресурсное состояние. Смысл болезни психиатрии. Да, я могу это сделать. Да, я могу это сделать. Это очень, да, меня тоже эта мысль очень интересует, да, то есть то, на чем, тоже интересно, то, чем я тоже задумывала. Мы пока это оставим.